До пасхальных праздников осталось чуть менее недели, а многие пекарни уже занялись приготовлением главного символа Светлой Пасхи. В цехах стоит запах ароматной сдобы, кондитеры строго соблюдают пропорции ингредиентов, но у каждой фабрики свой секрет приготовления идеального пасхального кулича. Наша съемочная группа наведалась в кондитерский цех, где ежедневно из печи достают несколько тысяч пасок и куличей. От изобилия продукции глаза разбегаются, а первые заказы на традиционную пасхальную сдобу стали поступать на прошлой неделе. Манящий запах свежей пасхальной сдобы уже заполнил цеха одной из небольших пекарен. Ранним утром кондитеры достали из печи несколько сотен свежих куличей, тут же принялись замешивать тесто для новой партии пасхальной выпечки с изюмом. Ну а во всем по порядку. Сначала все ингредиенты для теста соединяют по специальному рецепту, потом его оставляют немного отдохнуть и подняться. И только после этого работницы фабрики распределяют тесто по формам и взвешивают каждый будущий куличик. Готовые пасхи и куличи должны весить не больше 800 граммов. Как нам поведала руководительница цеха, каждый день здесь выпекают несколько тысяч куличей. Ранним утром мы замесили тесто, затем оно отдыхало и увеличивалось в размерах. В печи выставлена необходимая температура и время выпекания. У каждой пекарни свой секретный ингредиент приготовления идеальной сдобы. Многое зависит и от того, как замешивалось тесто, немаловажные пропорции изюма. Сейчас мы добавляем сухой изюм, сначала тщательно вымешиваем тесто и только потом засыпаем изюм. Затем тесто должно полежать еще 30-40 минут. В другом цеху кондитеры готовили любимое лакомство многих детей – хрустящие рогалики с вишней. Очень вкусные, мы их посыпаем пудрой, замечательные. Визитной карточкой этой пекарни в этом году станет кулич с белой глазурью, шоколадом и сахарной пудрой. Это сдобное лакомство готовят здесь по особому рецепту. Для декора используются тыквенные семена, миндали, яркая сладкая посыпка. Чтобы куличи получились нежными и воздушными, кондитеры строго соблюдают режимы время выпекания. Главный секрет пришел с опытом, говорит технолог Людмила Дога. Тестируем, пробуем сырье, испытываем упаковку. Ассортимент порадует любого. Здесь выпекают традиционную и творожную пасху, сдобные куличи и даже тематические торты. Первые заказы на сдобу с глазурью стали поступать за неделю до Пасхи. А интенсивная работа в цехах начнется в ближайший четверг. К нам поступают заказы со всей Молдовы от сетей супермаркетов до различных компаний, которые хотят оформить заказ к пасхальным праздникам. Внешний вид куличей порадует даже самых маленьких клиентов. Пекарня подготовила небольшие миниатюрные пасочки весом от 100 граммов. А вот цена на излюбленное лакомство осталась прежней, несмотря на подорожавшее в этом году сырье и возросшие затраты на производство. В этом году объем производства увеличился на 30%. Это примерно 60 тысяч куличей. У всех различная форма и упаковка. Это колоссальная работа. Поэтому мы стараемся всей командой в эти дни занимаемся только этим сегментом производства. Цены варьируют от 15 лев до нескольких сотен в зависимости от размера и начинки. Над созданием вкуснейших куличей пасок на этой фабрике трудятся около 60 сотрудников.